Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент, вам помощь. Поскольку сегодня понедельник в 16.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого я предлагаю разобрать ту тему, которая приглянется прежде всего вам, потому что хочется давать контент, удовлетворяющий вашим запросам. Сегодня в этом телеграм-канале, который я анонсировал, по сути, мы проведем голосование, предложим несколько тем на выбор, и та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральным в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, на этой неделе в центре внимания трейдеров заседание американского регулятора. Событие важное, безусловно, потому что понять, что будет делать американский регулятор сейчас в условиях развивающегося банковского кейса очень важно. Это важно для оценки перспектив доллара, для оценки перспектив американского фондового рынка и рынка облигаций, который, как многие считают, это и стал причиной того обвала отдельных банков, о котором мы говорили на протяжении всей прошлой недели. Честно говоря, новостной фонд остается крайне интересным, потому что мы вроде бы как говорим о назревающем финансово-экономическом кризисе, но пока что все действительно предпосылки для этого есть. Посыпались американские банки, после этого волна панических настроений перекинулись в Европу. Сейчас обсуждают именно возможность покупки UBS Credit Suisse. Я думаю, что фактически мы можем говорить о том, что эта сделка уже состоялась. Вроде бы как банк спасли, но я почти наверняка уверен, что проблема с ликвидностью была характерна не только для этого банка, но и для многих других. И каждый день, по сути, сейчас, друзья, может быть омрачен новостью о том, что еще один банк столкнулся с интенсивным банкраном и с кризисом ликвидности, с нехваткой средств для поддержания норм резервирования. И на этом фоне такой банк будет вынужден объявить о прекращении своей деятельности. В комментариях многие спрашивали, в чем причина вот того, что сейчас происходит. Я предлагаю, кстати, одна из тем, которую я сегодня вам предложу для обсуждения, как раз будет связана с тем, откуда вот ноги растут от этого кризиса. И если вы захотите, мы разберем прямо детально, что к чему. Ну а сейчас в двух словах. Действительно, рынок облигаций имеет к этому самое прямое отношение. Если чуть-чуть развить эту тему, то, скорее всего, на рынок облигаций сначала повлияли действия американского регулятора по росту ключевой процентной ставки, которые, как мы прекрасно помним, привели к повышению доходности трежерис. На фоне роста доходности трежерис, разумеется, снижается их стоимость. Снижение стоимости облигаций – это фактически убытки для держателя этих облигаций. Если говорить о том, что возникает необходимость реализовать право владения ими, то есть попросту продать, вот сейчас, не дожидаясь даты экспирации и погашения. И когда я употребляю термин «бэнкран», то есть стремительный отток депозитов из банков, это как раз формирование условий, при которых банк начинает остро нуждаться в ликвидности. Поэтому для того, чтобы поддержать эту ликвидность, приходилось продавать облигации по фактической цене, которая ниже номинала. Это самые серьезные убытки, с которыми столкнулись банки за последние лет 10, чуть больше. Ну, скажем так, со времен 2008 года. Многие банки, которые уже не существуют, Silicon Valley Bank, Signature Bank, по этим облигациям прошла серия маржин-коллов, и, соответственно, отсутствие инвестора, дополнительного притока ликвидности или помощи со стороны государства своевременного, привело к тому, что деятельность этих банков была прекращена. То есть, ситуация странная. Действительно, облигации – это самые надежные финансовые активы, с которыми можно было бы работать на финансовых рынках. И эти банки были в этих облигациях по уши. То есть, это, скорее всего, правильный риск-менеджмент. Это не какие-то высокорискованные спекулятивные инструменты. Это облигации американского казначейства. И нахождение в портфеле большого количества этих облигаций, при повышении их доходности и снижении стоимости, создало вот эту нагрузку, с которой они попросту не справились. И, кстати говоря, кризис, который возник, как мы помним, привел к тому, что, да, Байден выступил с обращением к нации, то, что все клиентские средства находятся в полной целостности и сохранности. Но здесь было одно очень важное уточнение, о котором многие не говорили. То, что все клиентские средства находятся в сохранности только в том случае, если эти средства размещены в системообразующих банках. То есть, если это какой-то второй-третий сортный американский коммерческий банк и в случае его банкротства, к сожалению, вкладчики не получат ничего. Ну, кроме как в пределах страховой суммы, там, 250 тысяч долларов. Но мы знаем то, что очень много денег идет от крупных инвесторов, которые могут попросту потерять все. И, разумеется, на этом фоне сейчас мы можем наблюдать переток капиталов из этих второ-третий сортных банков в более значимые банки. И это тот самый Бен Кран, о котором также я уже говорил, который может и отправить в затяжной пике банковский сектор через проблемы вот этих вот банков, которые выпадают за топ-30, топ-40. Поэтому дальше развитие событий, скорее всего, будет развиваться в негативном ключе. Я думаю, что о том, что кризис миновал, еще говорить очень рано. Европа тоже – это регион, который пострадал. История Credit Suisse – это только лишь первая ласточка. Будем наблюдать за банковским сектором и Европой. И в этой вот связи, с учетом того, что я сказал, я предпочитаю в текущем портфеле инвестидей работать только лишь с инструментами категории защитных. Это золото, которое, по сути, обновило многомесячный максимум 1990 долларов за тройскую унцию. Немного не достало до цели, которую ранее мы обозначили. Это высокая вероятность теста 2000. Но при том фоне, который сейчас, я думаю, что это вопрос ближайших торговых сессий. Индекс доллара тоже в длинных позициях – 103.45. Индекс доллара, на мой взгляд, это инструмент, который должен быть сейчас в арсенале, потому что мы не знаем, как в итоге будет реагировать на все американский регулятор. Да, вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов снизилась до нуля, по сути. Ставку, скорее всего, если повысить на 25 байсных пунктов. Но это все равно повышение процентной ставки. Это все равно доллар, который должен сейчас пользоваться успехом. Даже на фоне перекладывания депозитов из одного банка в другой, через, возможно, даже кэширование средства. В этой связи и с учетом перспектив ужесточения американской монетарной политики, индекс доллара будет, по крайней мере, стабильный. Я не ручаюсь за то, что он будет расти, но это инструмент, который сохранит свои позиции. Доллар японской иены. Здесь мы поставили на укрепление японской иены. Правильно сделали, потому что иена укрепляется уже не первой торговой сессией. Текущей котировки 131.86. Ждем 130, меньше уже 200 пунктов до этой цели. Когда я эту сделку анонсировал, было практически 450 пунктов. Я думаю, что к планке 130 мы благополучно придем. Американский фондовый рынок S&P 500 и 948 пунктов. Здесь я только лишь за продажу, потому что очень опасно покупать, притом на новостном фоне, который я озвучил по фонду. Поэтому шорты в приоритете. И что касается рынка нефти, буквально пару слов, 72-18 долларов за баррель по бренду сейчас омрачают перспективы опасения их замедления темпов роста мировой экономики со всеми вытекающими отсюда посредствиями для спроса. Но в любой момент мы понимаем, что текущие котировки крайне невыгодны для стран ОПЕК. И в любой момент любой из участников ближневосточного картеля может начать анонсировать идею возможности дополнительного сокращения объема нефтедобычи. Тогда котировки снова вернутся в район 80 и выше. Но вот как только это произойдет, мы снова обратим внимание на черное золото и, может быть, будем покупать. До этих пор я рекомендую пока в рынок не лезть. И одна спекулятивная сделка – это пара евро-доллар 1.0671. Сейчас жду отметку 1.08 только лишь потому, что сегодня выступление Лагард в 14.00 по GMT она может снова сказать о планах дальнейшего повышения процентной ставки и спекулятивная пара евро-доллара может сделать еще 100-100 с небольшим пунктом. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok